Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова вернуться на финансовые рынки и, разумеется, проанализировать ту ситуацию, которая складывается на них прямо сейчас. Если посмотреть на ключевые валютные пары, активы, на которые мы делаем каждодневную спекулятивную ставку, здесь все разворачивается как нельзя лучше, потому что нефть снижается, рубль, в принципе, девальвируется, евро сыпется, фунт, надеюсь, тоже опомнится и перейдет к коррекции, а вот американская валюта растет. Поэтому настроение, конечно же, хорошее. Полагаю, что эти тенденции в ближайшее время продолжатся, потому что мы полномерно приближаемся к ключевым макроэкономическим событиям последнего времени. Все они у нас запланированы на декабрь. Это ЕЦБ с возможностью решения программы количественного смягчения. Это ФРС с потенциальным ужесточением монетарной политики. И это заседание ОПЕК, где есть вероятность увидеть какие-то изменения в квоте по дневной выработке. В общем, разумеется, эти макроэкономические события, они будут влиять непосредственно на стоимость активов, которые за ними стоят, доллар, евро и нефть. Ну, от них мы уже поищем корреляционную связь с другими инструментами и будем строить новые инвестиционные идеи. Хотя, забегая вперед, с большой долей вертностью могу сказать, что эти инвестиционные идеи будут все равно предполагать возможность ослабления рисковых инструментов и, соответственно, усиления позиций доллара. По нефти мы также неизменно смотрим вниз. Сегодня в ходе брифинга, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонусы на пополнение. Величина бонуса сегодня 10%. Соответственно, внимательно смотрите за брифингом. Слово обозначу ближе, наверное, уже к концу этого выпуска. Начнем сегодня, как и всегда, с нефти. Посмотрим на актуальные котировки сейчас. Это 44,63. Хотя, если будем говорить про минимальную отметку вчерашнего дня, это значение еще ниже. 43,15. В целом, все складывается как нельзя лучше, как я уже отметил. Бренд находится под серьезным фундаментальным прессом. И мы не задаем вопросов, чем это связано, потому что детально, внимательно анализируем общую фундаментальную картину и прекрасно понимаем то, что бренд у нас вместе с WTI, вообще энергоресурсы, сырьевые активы, сейчас выступают реально основными аутсайдерами рынка, реагируя на те риски, которые характерны для всей мировой экономики. И здесь отдельное спасибо, можно сказать, Китаю. Тем не менее, после достижения вчера локального минимума, как раз в районе 43,15, мы увидели после этого локальный откат. Здесь причин несколько. Есть как технические, которые реально создают возможности краткосрочного откупа этого инструмента по достижению минимальных уровней. Мы неоднократно видели то, что от уровня 43, даже чуть выше, проходит, скажем, игра сопротивления. Действительно, быки сопротивляются, пытаются использовать хоть еще какую-то возможность для того, чтобы отрасти с этим инструментом, но фундаментальная картина, она более серьезная, и как раз этой фундаментальной картиной вооружены медведи. Что касается дополнительных факторов усиления позиции бренда в рамках вчерашней торговой сессии, стоит отмечить опять эскалацию геополитической напряженности, конфликтности ситуации в Сирии. Разумеется, сирийский конфликт, его можно интерпретировать как возможный инфоповод для потенциального срыва поставок со стороны Ближневосточной акватории, Ближневосточного конгломерата. Но, может быть, этот фактор слегка натянут, потому что за последнее время мы видим то, что конфликт с Сирией, он, в принципе, не оказывал никакой поддержки динамики черного золота. Другой уже инфоповод связан с тем, что вчера вышли обновленные данные по объемам производства в рамках ОПЕК. И, согласно, опять же, обновленным цифрам, выработка нефти за последний месяц снизилась на 120 тысяч. То есть эта тенденция сохраняется уже в последние несколько месяцев снижением производства. Но если мы будем говорить про фактический объем, то он находится сейчас выше 31,08 миллиона баррелей в сутки. И напоминаю, что квота-то на самом деле гораздо ниже. А значит, фактические объемы, даже с учетом снижения производства за последние периоды, они все равно превосходят эту самую квоту. Значит, на рынке растет, как ни крути предложение. И значит, мы снова возвращаемся к идее гиперизбыточного состояния рынка энергоресурсов, поскольку нефти много, а спроса, как такового, нет. Важнейшим событием, как я уже отметил, уже в ближайшей перспективе, станет заседание ОПЕК, оно пройдет 4 декабря в Вене. И здесь в рамках этого заседания будут обсуждать вопросы возможного пересмотра квоты. Я считаю то, что квоту снижать не будут. И даже падение объемов производства и выработки энергоресурсов в рамках ОПЕК, которые мы наблюдаем в последние месяцы, ни в коем случае не нужно трактовать как сигнал того, что ОПЕК отказался от своего стратегического такого посыла и борьбы за долю на рынке энергоресурсов. Нет, это ключевая тема. И может быть снижение объема производства, это, скажем, такая напускная пыль, которая может затуманить, конечно же, сознание тем трейдерам, которые поддаются на малейшее проявление позитива для черного золота. И сейчас будут искать возможности для покупки. Полагаю, что впереди у нас, собственно, снова цикл супервысоких цен на позиции бренда и WTA. Но это исключительно мега оптимистичное заявление, которое несостоятельно. Я полагаю то, что мы уже никогда не увидим высокие цены на нефть, которые когда-то наблюдали выше 80 долларов за баррель. Нужно привыкать к новой реальности, но пока с новой реальностью мы еще не определились, потому что никто не знает, где это самое дно, которым может, соответственно, пролиться нефть в самое ближайшее время. Я считаю то, что это как минимум 40. Мы идем к этому рубежу, когда-то начинали с очень высоких значений, и каждый раз я всегда рекомендовал ни в коем случае не поддаваться на присутствующие рыночные заблуждения и не игнорировать тот детальный, вразумительный анализ, который мы проводим по перспективам нефти, потому что этот анализ позволяет нам сейчас находиться в тренде, этот анализ позволяет нам двигаться к новым целям по позициям и брендам, в том числе эти новые цели предполагают еще большее ослабление. На этой неделе у нас запасы впереди, то есть сегодня вечером уже API, завтра в ходе брифинга я вернусь к этому отчету, но думаю, что мы увидим очередной прирост и, соответственно, очередное обстоятельство, которое будет оказывать давление на бренд. И уже спустя сутки выйдет официальный отчет по запасам нефти от Минэнерго США, хотя здесь, я также полагаю, будет прирост и мы получим еще одно основание для тактической разгрузки углеводородов и бренда, и WTI. Ждем еще большего снижения, соответственно, наша ближайшая цель, поскольку мы уже пробили потешку в районе 45, идем ниже, ждем возвращения в район 40. Что касается российской валюты, актуальный курс 65,50, видим то, что восстановление позиций черного золота в рамках вчерашней торговой сессии, когда бренд отскочил от минимальных уровней, оказало поддержку рублю. Если мы сейчас воспользуемся нашей традиционной конверсией актуальных футеров на актуальные цены на нефть, получается, что у нас рублевый эквивалент стоимости барреля нефти находится ниже 3000 рублей. То есть, это хуже некуда. Бюджет, который и без того трещит по швам, хотя это уже, наверное, неправильное выражение, денег в бюджете практически нет, и лишаться источника пополнения сейчас смерти подобны. Поэтому, если даже в рамках всего лишней торговой сессии до конца недели мы не сможем пробить вот эту рублевую планку выше 3000 и, соответственно, пойти к минимально достаточному уровню в 3300, можно будет ожидать каких-то дополнительных действий со стороны Центрального банка, которые, разумеется, будут направлены на еще большее ослабление позиции российской валюты. То есть, 65, хорошо, мы преодолели этот рубеж, сейчас этот уровень является мощной поддержкой, ниже рубль вряд ли умудрится против доллара сходить, в частности, окрепнуть. Полагаю, что гораздо логичнее сейчас ожидать еще большего ослабления и смещение пары USD-RUB выше 67-68. Долгосрочная цель базируется, собственно, на том же самом уровне, на котором мы ее отметили несколько месяцев назад, это 70. Туда и идем. Далее. Европейская валюта против доллара. В частности, актуальные котировки на текущий момент 1.0662. Видим то, что с открытия новой недели евро снова вернулось к распродажам в формате понижательного тренда пребывает. В принципе, и сегодня мы видим то давление, которое оказывается на главный валютный риск факторов, который указывает на возможность еще больших распродаж предостаточно. По сути, у нас есть возможность на собственный вкус поискать те аргументы, которые позволят нам убедиться в том, что посыл направленный на коррекцию евро правильный. Я надеюсь, что все, кто сейчас присоединился к нашей идее ослабления евро против доллара, как раз используют этот фундамент. И здесь, помимо даже макроэкономических факторов, слабости всего валютного блока, напомню, что весьма недвусмысленно это подтвердили пятничные данные по ВВП Германии и еврозоны, указавшие на риски рецессии. И мы спрогнозировали, скажем, даже еще больше экономического падения. Здесь выступают еще и, скажем, форс-мажорные обстоятельства, связанные с террористическими актами в Париже. В частности, из-за этих трагических событий, разумеется, трейдеры отдают предпочтение, могут отдавать предпочтение сейчас инвестированию в защитные инструменты. И сейчас активным, повышенным спросом пользуются американские облигации. Соответственно, приток средств в эти активы приводит через увеличение ликвидности, скажем, в инструментах, которые номинированы в долларах, приводит это к усилению позиции американской валюты. Рост доллара, разумеется, оказывает соответствующее давление на все рисковые инструменты, которые присутствуют сейчас на рынке Форекса. Плюс ко всему, мы знаем то, что сейчас весьма определяющим для еврозоны является статистика и, прежде всего, показатель индекса потребительских цен. В частности, вчера у нас была возможность проанализировать актуальные цифры. И поскольку уровень инфляции является ключевым барометром, точнее даже ключевым фактором, от которого строится и от которого зависит план Европейского центрального банка по решению программы количественного смягчения и дополнительным мерам экономического стимулирования, мы знаем, что будь этот показатель под давлением, у ИЦБ развязываются руки и, соответственно, появляется вот эта вольготность в обсуждениях, вследствие которых они настраивались весь рынок на то, что их дополнительные действия уже не за горами, и эти дополнительные действия предполагают расширение программы количественного смягчения, продление ее сроков, ну и, может быть, даже обсуждение вопроса, связанного с возможностью еще однократного снижения процентной ставки. Вчерашний отчет по индексу потребительских цен. Предлагаю сейчас проанализировать месячный интервал. В частности, если прошлая оценка 0,2%, сейчас у нас уже 0,1%, то есть падение. И я думаю, что это, в принципе, вполне ожидаемое следствие даже снижения индекса потребительских цен в рамках ведущего локомотива валютного блока Германии. Собственно, этот отчет мы анализировали на прошлой неделе. Индекс потребительских цен продолжает оставаться под давлением. И если мы посмотрим на ключевые, первоочередные источники снижения этого показателя, то есть падение цен на энергоносители. За прошлую неделю Brent, по сути, похудел на 8%, и мы понимаем, что риски для еще большего снижения сохраняются. Значит, индекс потребительских цен также будет тяготеть к еще более низким значениям. Ну и настраивать нас, собственно, как и всех участников рынка, на еще большее ослабление и возможности прокатиться к более глубоким ценовым ориентирам. Наша цель 1.05. И хотя, забегая вперед, опять же, многие уже прочат, опять же, отталкиваясь от контраста ИЦБ и ФРС, возможность снижения пары евро-доллар даже в район паритета. Факторов, как я уже отметил до этого, предостаточно. Если вы не ориентируетесь, скажем, на национальный макроэкономический фон, я тогда советую вам просто сделать простую ставку, исходя из долгосрочных ориентиров, что евро и доллар – это контраст двух монетарных политик. А это уже ключевая и определяющая идея, которая и создает возможности для разгрузки, соответственно, главного валютного риска. Вчера состоялась конференция выступления представителей ИЦБ Констанцию, где он в очередной раз отметил, что на самом деле проблемы, которые характерны для еврозоны, еще более системны, чем предполагает рынок. И намекнул на то, что ИЦБ реально будет действовать уже в рамках декабря и расширит программу количественного смягчения. Я полагаю, что это расширение может быть на 15, 10-15, хотя, наверное, скорее уже 15 миллиардов евро дополнительных покупок, которые будут осуществляться в рамках каждого месяца. В общем, по европейской валюте смотрим по-прежнему вниз. Сегодня из актуального макроэкономического фона стоит отметить индикатор ZIU, бизнес ожидания оценки экономического оптимизма. Этот отчет будет обликом в 13.00 по московскому времени. Хотя, если вспомнить, опять же, те риски глубинного формата, которые я анонсировал уже неоднократно, это потенциальное сокращение новых рабочих, точнее, потенциальное сокращение рабочих мест в рамках Deutsche Bank. Это Volkswagen скандал с американскими партнерами. Это в целом то, что будет подрывать, разумеется, оптимизм крупнейших бизнесменов Германии и приведет, я уверен, к очередному снижению индикатора ZIU, что в целом может оказать еще больше давления на позиции евро-доллара. Что касается нашей краткосрочной цели. Напомню, что мы в сделке уже с уровня 1.0750, я рекомендовал использовать отложенный к селстоп, наш профитный ориентир 1.06, стоп-лосс 1.08. Поскольку сейчас актуальная котировка 1.0662, хотя она могла измениться за последние 10 минут, ну, я думаю, что вряд ли существенно. То есть мы полномерно приближаемся к нашему профиту. Идем дальше. Доллар японская иена. С открытия вчера мы видели падение USD иены до уровня 122.20 в целом. Опять же, это связано с повышенным интересом к защитным инструментам по причине террористических актов Парижа. Это также было вполне предсказуемо. Но очень быстро рынок, в принципе, выкупил все это падение и поднял пару USD иены выше 123. Мы прекрасно понимаем то, что сейчас доллар пользуется своим лидерством. Доллар сохраняет прессинг на всех своих основных конкурентов. И доллар пользуется той поддержкой, которая идет со стороны, опять же, американского рынка облигаций. Облигации доходности десятилеток, на которые я в основном ориентируюсь, растет. На прошлой неделе мы и вовсе достигли, по сути, четырехмесячного максимума. Сейчас этот восходящий тренд сохраняется. Доллар получает от этого поддержку и параллельно еще анализирует макроэкономический фон. Пятничные ироничные продажи не смогли выступить тем самым топливом, на которое мы надеялись для еще большего усиления американцев позиций стоимостных. Сегодня у нас крутейший отчет. Это индекс потребительских цен в рамках США. Он выйдет в 16.30 по московскому времени. Если посмотрим на экономический календарь, то очевидно, сегодня даже по версии и опросу экономистов нас ожидает прирост этого индикатора. Если по факту мы увидим действительно реализованные оптимистичные ожидания, значит риски, связанные с низкой инфляцией, они будут в каком-то формате сняты с рынка. И поэтому у доллара появится большая поддержка, потому что рост индекса потребительских цен может переубедить еще скептически настроенных голосующих членов ФРС, скажем, перебедить в том, что нужно по-прежнему придерживаться низких процентных ставок и напротив настроить их на тот позитивный лад, которого придерживаемся уже мы. И этот позитивный лад располагает к тому, что американская экономика уже реально готова к тому, чтобы столкнуться с процессом и механизмом нормализации денежно-кредитной политики. То есть мы ждем повышения процентной ставки. И каждый отсчет я стараюсь использовать в качестве поддержки, чтобы убедиться в том, что наши настроения верны. Ну и, конечно же, хотелось бы уже по USDN добраться до уровня 125. Долго мы уже на него смотрим, но остается чуть-чуть, поэтому давайте еще немного потерпим, потому что 125 и реальный хороший профит, который мы получим по этой сделке, он позволит нам закрыть глаза на все вот эти многие недели ожиданий. Идем далее. Фунт против доллара. Британская валюта сохраняет коррекционную связь с евро. Мы ждем по британцу ослабления. И сегодня в качестве поддержки опять же коррекционной идеи может выступить национальный макроэкономический фон уже британского происхождения. В 12.00 по московскому времени пройдет слушание по инфляции. В 12.30 мы увидим, собственно, фактические цифры по обновленному показателю уровня инфляционного давления. Напомню, что годовой эквивалент сейчас находится на отрицательной территории, минус 0,1%. И тот факт, что оснований пока, чтобы выкармкаться с этого рубежа нет в рамках британского мегарегулятора и британской экономики. Собственно, это и стало причиной, в средстве которого 8 из 9 голосующих членов Банка Англии предпочли не голосовать сейчас за необходимость повышения процентной ставки. И перенесли полномерно прогнозы по достижению сливого показателя на 2017 год сливого показателя по инфляции. Хотя мы эти сроки поставили очень давно. Сейчас видим то, что их подтверждает уже и британский мегарегулятор, что в целом добавляет нам уверенности в том, что мы торгуем британской валютой сейчас, исходя из долгосрока, правильно. И этот правильный настрой, он предполагает еще больше ослабление британцев против доллара и снижение пары фунта, фунта USD в район 1.51 или даже 1.50. Я предлагал воспользоваться идеей sell stop с уровня 1.51.50. Сейчас актуальная котировка 1.51.77. То есть вот-вот мы доберемся до этой отложки и, соответственно, будем целиться уже в район 1.50. Стоп лосс в этом случае можно будет поставить в район 1.52. Пару слов еще хотел сказать про австралийца против доллара. Здесь стоит отметить инвестиционное послание, которое традиционно банки делают под закрытие года. Это инвестиционное послание от Барклайса. И согласно этим рекомендациям Барклайса сделал ставку на возможность еще большего ослабления австралийца и отметил, в принципе, предложил, точнее, своим инвесторам ориентироваться на те риски, которые мы с вами уже обозначали давно. Это падение Китая, риски со стороны сохраняющегося снижения падений развивающихся площадок, это снижение цен на сливые активы, это слабый индекс потребительских цен, отсутствие инвестиций, точнее, падение, резкое падение инвестиций в горнодобывающий сектор, удовлетворительное, неудовлетворительное, лучше, так сказать, состояние сферы услуг и, в целом, через аккумулирующий эффект это настраивает на то, что австралийца можно продавать до конца этого года, как минимум. Наша цель 0,70, актуальные уровни 0,70, 87. Точно такая же коррекционная идея характерна сейчас и для новозеландца, потому что они работают в связке, дуэтом, но по новозеландской валюте мы еще в ближайшее время должны дождаться индексы потребительских цен, хотя я уверен, что и этот отчет также будет больше настраивать на возможности ослабления. USD-свиси. Здесь пока продолжаем находиться вне рынка, потому что сейчас велика вероятность все-таки локальной коррекции после серьезного ралли, которое позволило нам добраться до приоритетного значения. А сейчас актуальные котировки уже находятся в районе 1,01. В целом, я думаю, что мы еще сможем использовать потенциал роста свиси против основных конкурентов в ближайшее время, потому что этот потенциал будет основываться как раз на новых мерах экономического стимулирования со стороны ЕЦБ и опережающем ослабление швейцарства, которое стоит ожидать из-за крутых, массивных и ядерных интервенций со стороны Национального банка Швейцарии. Ну, в качестве бонуса сегодня хочу предложить совсем уж долгосрочным трейдерам, которые и анализируют, собственно, мои брифинги и отчеты. Исходя из этих временных посылов, хочу предложить вам ориентиры по ряду валютных дуэтных активов до середины 2016 года. Это евросвиси 1,18, евро-нок снижение в район 9 и евро-швейцарская, шведская крона снижение в район 8,8. Соответственно, вернемся, ну, периодически буду возвращаться, конечно же, к этим идеям. Но, в целом, я думаю, у нас будет возможность подвести конкретный итог уже ближе к середине 2016 года. Еще раз напоминаю, величина бонуса сегодня 10%, кодовое слово ОПЕК. Бонус действует до следующего брифинга. Из важных отчетов сегодня данные по инфляции в Англии в 12.30 по московскому времени ждем пинок для фунта вниз, 13.00 зиюм по Германии, ждем ослабления и, соответственно, давления на позиции евро. И в 16.30 индекс потребительских цен США, где нас ожидает, скорее всего, прирост и потенциальный рост американской валюты. В общем, следим за этими отчетами и, разумеется, готовимся дождаться тех ралли роста для доллара и понижательного давления для рисковых инструментов, на которые мы настраиваемся. На этом все. Если есть вопросы, вы знаете, что их можно задавать на нашем специальном канале на YouTube, ну и также пользоваться специально для этого аналитическим разделом на нашем форуме, где у меня есть своя ветка. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok